СПОНСОР ВЫПУСКА IQ OPTION Бинарные опционы для каждого. Начни зарабатывать уже сегодня. ДОБРА И ПОЗИТИВА Из Москвы. Надеюсь, что все будет very very good. Нас ждут великие дела. Итак, ребята, советую вам запастись терпением. Взять сладкую булочку, налить чайку, кофейку. Потому что ролик будет длинный, интересный. Короче говоря, гоу! В Питер! Погнали! Итак, дорогие друзья. Короче говоря, на Питер мы идем не с Апсаном, а обычным поездом. Москва-Мурманск. Но он, соответственно, будет идти через Питер. Поэтому мы будем выходить в Санкт-Петербурге. Вот, поезд уже подали. Через полчаса он отправляется. В ночь идем. Так что будет время поспать. Осмыслить, так сказать, все, что накипело за последнее время. Итак, идем дальше. Итак, дорогие друзья, мы уже на месте в купе. У меня вот такой вот, видите, небольшой такой обзорчик получился купешки. Газеты, журналы, все у нас здесь есть. Короче говоря, будем отходить ко сну ночи. Доброе утро, дорогие мои друзья. Вот мы и подъезжаем потихонечку к Питеру. У погоды что-то такая метель. Не знаю, что там нас будет ждать в самом городе. Надеюсь, все будет хорошо. Замечательно провел ночь в поезде. Ну что, мы сейчас будем выходить и нас ждут великие дела. Итак, погнали! Ну что, вот мы и в Питере. Ребят, это утро. Питер встречает такой туманной погоды. В принципе, тепло, снега мало. И видите, да, надо мной надпись, да, выход в город и милиция. Не полиция, а милиция. Давно я такого не видел. Ну ладно, пойдемте и проживем этот день вместе. Погнали! Питер. Питер. Ничего не меняется. Отлично. Это частица, сердце частица, город наш Санкт-Петербург. А мы идем дальше. Ну что, дорогие друзья, пьем утренний кофе, то есть капучино. Смотрите, какая оригинальная подача кофе, да? Я даже для Инстаграма снял. Понравилось мне именно очень много корицы. Классно сделано. Вот, подзаряжаем телефончик. Ждем наших джобователей. Валька и Илюху. Планы на сегодняшний день снять замечательный видос совместный. Вот, надеюсь, будет классно и интересно. Может быть, даже что-то попадет именно в этот выпуск. Ну, об этом сами все узнаете. Парни, да вы популярные. У вас даже в Макдональдсе узнают. Так, стоп. Продолжаем. Здорово. Всем привет, ребята. Мы, короче, в Питере. Встретились с ребятами, с Илюхой, с Вальком. С Илюхой и Валюхой. В Макдональдсе пьем кофе. Сейчас будем готовиться к съемкам. Не знаю, что из этого получится. Я думаю, что будет клево. Это что такое? Типа случайно увидели, да? Круто, круто, круто. Популярность. Ну что, вот встретил подписчиков в Питере. Здрасте. Как тебя зовут? Даня. Даня, очень приятно. Видишь, все-таки. Узнаю ты в Питере. 1-0, да? Да. Здорово. Приходи, Сеня, на встречу. Приду. Все, спасибо. Будем ждать тебя. А мы готовимся потихонечку к съемочкам. Будет круто. Видите, такой нестандартный у нас вид, конечно. Но самое интересное будет, когда мы будем снимать на улице. Главное, чтобы не забрали в полицию. Вот на такой вот тачке Илюха ездит из джобователей на гибриде. Кстати, классная машина. Если честно, я первый раз вообще вот сижу в гибридной машине. Сейчас мы у нее спросим вообще все плюсы и минусы. В чем прикол? В принципе, сняли мы видео. Я думаю, что в ближайшее время видео с ребятами выйдет на их канале. Я вас тоже проинформирую об этом. Ну, а пока это пускай останется такой небольшой тайной, небольшим секретом. Я думаю, что в ближайшее время все сами увидите и оцените. Нет, про тачку я ничего рассказывать не буду. Не хочешь? Ну, будет по этому поводу отдельное. А, понял. Шоу. Ну, ты любишь гонять просто? Как бы любишь, да, гонять? Нет, я всегда езжу аккуратно. Понял. И правильно. Спасибо деду за победу. А вообще какая тачка у тебя любимая или какая цель? Что купить хочешь в ближайшее время? Ты хрен знает, внедорожник какой-нибудь. Ну, такой полупаркетник. Ну, наподобие чего. Ну, Марка хотя бы. Не, ну, если бы у меня было лишних 4 миллиона, я бы себе взял... Так я угадаю. Гранчатки СРТ. Я тебя понял, хороший вариант. Да, кстати, у Жорика Ривозова такая мечта, по-моему, есть. А может, даже он это не взял. Да, ну, откуда у него грань-серокий СРТ? Ну, по крайней мере, обзор у него был. Он тут жалуется по поводу того, что партнерка перестала монетизироваться нормально. Ну, да, я видел это. Ты не начал продавать видосы по 11 рублей. Ну, а твое мнение? Не про фонда? Да нет. Каждый хочет так и делает. Это же правда, да. Ну, просто то, что партнерка упала, это каждый год такое. Все об этом знают. Январь-февраль, потом поднимается. А тут он, да, он прям так это вообще раскипешивался. Ну, да, да. Ну, кстати, не только он. Сейчас вот Редисон тоже, не знаю, знаешь, такой канал, нет? Да, вот он тоже, они делают платный, по-моему, сайт. Будут делать, соответственно, разные видео Бухалова, там. Все, что с этим связано, ночные клубы, забавки. Слушай, а как тебе в Питере вообще вот житуха? Ты же родился и вырос, да, в Питере? Нет, я переехал, когда мне было 11 лет. Понятно. Ну, и как тебе комфортно здесь вообще? Да, мне нравится. Большой город. А Москва как? Не так много людей. Москва меньше размером, чем Питер, а людей больше. Людей больше. Не, я тебя понял. Ну, а вообще, если говорить, например, про эмиграцию, то есть рванул бы, например, в Европу или в Америку, или все-таки в России бы остался? Ну, не знаю, это очень спорный вопрос. Я думал об этом, думал об этом много, и я не могу никакого дать ответа. Но если здесь начнется какой-то конкретный кипиш, то есть, что можно и рассмотреть, можно и рассмотреть такой вариант. А вообще, ну, мне не нравятся другие менталитеты. Ну, да, да, люди по-другому устраивают. Я с тобой знакомые, которые живут в Испании. И, ну, они уже там очень много лет живут, и они уже полностью там так с этим основались. Но все равно то, что люди в другой стране другие, у них другой юмор. Ну, да, да, по-другому башка работает. Да, 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 они по-другому соображают, по-другому общаются, им нравятся другие вещи. Ну, смотри, мы с тобой Питер сейчас посмотрим. Хорошо ориентируешься вообще по Питеру? Да, да, нормально. Ну, я же приезжий, и приезжий хорошо всегда ориентируется. Но ты именно по улицам ориентируешься, или ты именно вот как бы по карте, или по этому самому, по навигатору? Потому что я вот, например, вот название улиц вообще реально не запоминаю. Да, да, название улиц не очень запоминаю. Я просто знаю, куда мне надо ехать, и в голове представляю, как туда ехать. Понятно, ясно. Много за рулем проводишь времени? Да, ну, прям очень много. Ну, у меня там в день может 200 километров накатываться по городу. Много-много, да, много. А за город выезжаешь? Очень редко. Прям настолько редко. Ну, так, на сноуборде, если только покататься. Ну, кстати, где у вас здесь гора? Ну, ехать где-то, наверное, минут 30. Я имею в виду 30 минут от этого. Понял. Слушай, Илюх, такой вопрос. А как расслабляешься? Вот отдыхаешь, чем занимаешься? Вот помимо видео. Да я не то, чтобы особо напрягаюсь. Как бы я всегда занят каждый день. Там с 9 утра до 2-3 часов ночи. Прям вообще без передышки. Но в то же время это такой комфортный режим. Ну, да, вот у меня последние две недели вообще дикое переутомление. Я прям уснуть не могу. Я ложусь в 2 часа ночи в 3, когда все закончу. И я лежу, и у меня... А, у меня все тело такое вибрирует, короче. Мозг такой... Это да, ну, но вообще, как бы там полежу минут 15 и засыпаю. Все, как бы... Я тебя понял. А по выходным у тебя нет такого? Да нет. Пойти куда-то там? Не знаю, я вообще не разделяю выходные, будни. То есть вот сейчас так получилось, что я вписался в свое время в очень большое количество проектов. Надо все успевать. Да. И теперь они все дают о себе знать. То есть мне надо заниматься группой. Мне надо заниматься видеоблогингом. Причем это в разных направлениях проявляется видеоблогинг. Не пускает. Вот. И мне надо еще учиться в консерватории на четвертом курсе. А это тоже надо посещать, ходить, заниматься, учить, учить программу напаяния. Начинать писать диплом уже, потому что в следующем году его сдавать. Я понял. И в итоге, ну, абсолютно каждый день с самого утра до самого вечера до позднего я занят. То есть у меня, ну, например, если бы я захотел пойти в боулинг там в какой-нибудь или еще что-то, я не знаю, когда я бы это смог сделать пока что. Я просто, ну, стараюсь раз там в полтора месяца делать себе недельный перерыв полностью. Вот вообще отказываться, отказываться от любой деятельности. Но ты именно в это время находишься в Питере, либо ты куда-то выезжаешь. Ну, по-разному, как получится. Еще редко куда-то ехать, конечно. Понятно. Хотелось бы больше. Слушай, ну а мечта какая у тебя вот такая вот, ну, в ближайшей перспективе? Не то, что там, знаешь, там, 100 миллионов долларов, а вот такая вот более-менее реальная такая. Пацанская, что ли? Есть какая-то? Ну, хотелось бы сейчас группой начать ездить по стране, играть концерты. Ну, все вроде к этому идет. Прям, ну, очень сильно растет популярность. Но по поводу и узнаваемости хочу тоже подтвердить, потому что вот я сегодня, считай, с вами там много времени провел здесь в городе, да, то есть в разных местах вас реально знают, уважают, подходят. Узнаются день раз 20-30. Это правда, да, подтверждаю полностью, да. Это здорово, это говорит о том, что вы уже как проект, в общем-то, раскрученный, то есть полный вперед. Ну, а я что, со своей стороны тоже хочу пожелать и вам, и Вальку, тебе, вообще всем вам, в вашей команде, огромного продвижения, удачи и каких-то побед, что ли, новых, да, на поприще YouTube, там, и все, что с этим связано. Спасибо. Вы молодцы, спасибо большое. Все, а мы идем дальше. Итак, дорогие друзья, в принципе, время потихонечку подходит к вечеру, да, отсняли сегодня много интересного с джобователями, за что, конечно, им отдельное спасибо и Илюхе, и Валентину, и оператору Сереге. В общем, было здорово, одним словом, да, я просто не могу тоже рассказывать, о чем там шла речь в этом, соответственно, видео, да, почему, потому что интрига должна сохраняться. На самом деле, для меня это реально такой первый опыт, что ли, да, реального такого пранка на улице, да, в центре Питера, да, то есть я, конечно, не хочу там всех рассказывать нюансов и секретов, в принципе, все это увидите, да. Сейчас я иду, соответственно, на сходку со своими фанатами, с подписчиками, да, которая пройдет здесь в Питере сегодня в 6 часов вечера. Вот время, сколько там время-то? Время, кстати, уже почти 4 часа. Погода, кстати, немножко настроилась, наладилась в Питере. Хочу сказать, конечно, пару слов по поводу движения в Питере, да, то есть сегодня вот мы и на машине покатались, я на общественном транспорте прокатился и даже проехался на метро. Но и хочу сказать, что он, конечно, в корне отличается от езды, вот видели, да, там чувак развернулся просто, да, значит, отличается реально от езды в Москве. То есть очень такое движение, ну, своеобразное, что ли, да, вот те, кто живут в Питере, поправьте меня в комментариях, либо напишите вот то, что вы думаете по поводу движения. Здесь как-то более, что ли, такое, острое движение, острое такое, резкие какие-то движения все делают. Не знаю почему, но это вот такие мои ощущения москвича, да, то есть в Москве немножко движение поспокойнее. По поводу платных парковок тоже хотел бы сказать отдельно, что в Москве больше платных парковок, чем в Питере. Здесь в Питере как-то еще, ну, некое такое отставание, что ли, есть определенное, да, вот в плане парковок, да. Вот, кстати, Апраксин переулок, здесь и пройдет наша сегодняшняя сходка, но это чуть позднее, вы тоже все увидите в, соответственно, в ролике, да. Не знаю, сколько придет народу, не знаю, что будет, не знаю, что из этого получится, я думаю, что будет, будет прикольно, вот. Ну, а так, что, Питер хороший, красивый город со своими моментами, со своими плюсами, со своими минусами, да, то есть архитектурку зацените, да. Вот, такая вот интересная здесь, соответственно, интересное строение. Вот, что поразило, прям сразу сходу, вот, на вокзале, когда я приехал на поезде, да, тут же подходят какие-то люди, говорят о том, что можно снять комнату, квартиру. То есть, опять же, в Москве я этого не видел, не знаю, почему. Вот, ну, таксисты, понятно, отдельная тема, то есть это тоже всегда есть, наверное, и будет, что в Москве, что в Питере. Ну, то, о чем я говорил, видите, вот движение, оно такое вот, то есть, вот, видите, пешеходный переход, люди стоят, здесь все едет, здесь там все стоит. То есть, моменты есть, моменты есть, вот, ну, ладно, а мы пошлепали дальше. Итак, дорогие друзья, поприветствуйте уже старых наших знакомых, да, как раз мы и находимся, да, да, это Даша, это Алексей, привет. Привет. Я, на самом деле, здесь уже не первый раз, вот, те, кто смотрели ролик, вот, бизнес с нуля, вот, мы снимали в этом заведении еще в том году, вот, здесь мы сегодня будем проводить нашу вам встречу, посмотрим, кто придет. И у меня, в принципе, есть вопрос к вам, как к владельцам, в принципе, сейчас время такое сложное, там, типа, кризис, там, цены выросли, продукты, все остальное. Как вы справляетесь с этими, со всеми делами, с этими, есть у вас, может, какой-то универсальный, какой-то свой способ, может, совет какой-то дадите? Потому что тема бизнеса, она острая, она популярная, она всем нравится. Совет, мне кажется, главный совет, это не сдаваться никогда, потому что абсолютно из любой проблемы есть выход, а даже два выхода. Там же, где фото. Ну, и плюс, главное, видеть свою цель впереди. И если вы занимаетесь по-настоящему тем, что вам нравится, это больше, чем просто бизнес, а действительно дело вашей жизни, то, мне кажется, все получится и все так и будет. Ну, слушай, давай конкретики, вот, но первое, да, то есть... Пахать надо, пахать. Пахать. Понятно, согласен с тобой полностью, но знаешь, вот некоторые проекты пахают вроде бы, да, то есть, а выхлопа нет никакого, да, то есть, в ноль срабатывают или там вообще в минуса уходят. Вот, ну, у вас, учитывая вот сегодняшние реалии, то есть, в чем основная сложность сейчас? С закупками или вот в чем ценовая политика? Сначала, ладно, в общем, когда был декабрь и когда начиналась только вся эта ситуация, ну, не то, что начиналась, все разгоралась и подходила к самой пиковой точке, нам было очень тяжело, потому что мы думали, во-первых, у нас было много инвестиционных проблем, проблемы с закупками, проблемы с гостями, потому что люди боялись, практически никто никуда не ходил, все экономили перед Новым Годом, все с неохотой тратили деньги, и у нас были даже дни, когда мы сидели и хватались за голову. Мы вошли в Новый Год с долгами, потому что перед Новым Годом нам пришлось занять сумму достаточно крупную сумму денег, чтобы рассчитаться со всеми авторщитами, рассчитаться за аренду, за все, и это, правда, было тяжело. Мы очень устали, мы не отдыхали вообще ни дня, мы работали вообще без остановки. Ну, а январь как? Мы очень боялись января, опять-таки, потому что... Потому что обычно в ресторанном бизнесе либо январь, либо февраль, это в основном мертвые месяцы. И для нас было сюрпризом, в январе мы, в принципе, получили много гостей, и в начале месяца это были скорее иностранцы, а ближе к концу месяца пошли русские наши отечественники. И, в принципе, ну, пока мы не жалуемся, но мы работаем. И, ну, наш секрет, наверное, в том, что это единственное, что у нас есть, то есть мы живем этим местом. И, ну, мы вкладываем сюда всю душу, мы здесь живем, то есть дома мы только... Я тебя понял. И плюс еще мы всегда стараемся слушать наших людей. Мы допустили в январе, если можно рассказать, такую ошибку. Мы, когда все поставщики подняли цены, мы сохранили свой пресс-пресс. И когда мы пересчитали, все, увидели себе стоимость и поняли, что мы быстро продаем себе стоимость. То есть сейчас вы цены в этом году подняли или расширили меню? Мы подняли цены, но мы расширили меню. То есть когда Сережа и Свети приезжали, у нас было в меню только 4 бургера. И мы думали, что мы так и сможем сохранить это мини-меню. Но, тем не менее, чтобы у людей был выбор, мы ввели размерность. Классика теперь у нас представлена в шильерах. Вы, кстати, булки сейчас где-то заказываете или сами делаете? Для нас их специально. А черные? По нашим рецептам. Все так же, как и было. А они цены подняли, нет? Да. Ну, поднялась продукция. Понятно, понятно. Они специально, да, но поскольку вся продукция принялась из-за того, что все привязано к условно-меденицу у нас в стране. А такой вопрос. Вот люди, которые к вам приходят, потому что, в принципе, видно, что люди сидят, кушают, да, соответственно. Люди-то что говорят? Говорят вкусно. Говорят очень вкусно. Мы довольны. Спасибо. Снова политика устраивает. Ну, понятно, что кого-то напрягает, кому-то дорого. Но у нас очень много московских гостей, которые приезжают из Москвы. И была пара ребят, которые первое, что нам сказали, как вы вообще живете на таких ценах вообще. Потому что, ну, в Москве цены выше. В Москве потребитель не избалован сервисом в большинстве слов. Здесь мы для каждого гостя стараемся быть как другом, что ли. На круто, да. И, ну, это не наигранно. Мы, правда, любим общаться с людьми. Мы, правда, любим узнавать у них что-то новое. Мы черпаем из наших гостей вдохновение. И, ну, вот, москвичи говорят дешево, короче. Понятно. Спасибо большое. Ну, что, в очередной раз вам, ребят, желаю удачи, просветания. Не останавливаться, не прогибаться, идти вперед. Спасибо. К заветной цели. Все. Добра и позитива. Пока. Пока. Арсений, привет. Всем привет. Это первый человек, который пришел на нашу встречу в Питере. Сколько ты смотришь мой канал, если тебе нетрудно давно? Где-то год-полтора, вот так, но с перерывами. Год-полтора, понял, ясно. Ну, скажи, а что нравится, например, те вот в моем канале? Что, может быть, не нравится? Я считаю, у вас очень, ну, уникальный канал достаточно, вы человек такой, какой, колоритный, и таких видеографий никто не снимает. То есть, вот, путешествия по миру, встреча с блогерами разными. Я думаю, очень много подписчиков именно вот таких блогеров, как Талян, ну, не знаю, я лично Таляна узнал через ваши видео. Привет, кстати, группе, сами Таляна, фанатов. Вот, вот, я так считаю. Ну, хорошо, а ты считаешь, что вот это нормально, да, встречаться с другими блогерами? Потому что версии разные ходят, там, кто-то говорит, что не стоит, кто-то стоит, вот, твоя позиция. Ну, не у каждого, мне кажется, есть такая возможность, не все люди вот такие коммуникативные, как вы. И вот, как-то характер блогеров раскрыть, что вот у вас в этом виде, в ваших видео это есть. И, как бы, вот, я думаю, это публике очень нравится, и, соответственно, и лайков вас больше всего на этих видео. Новые подписчики приходят. Понял тебя, ясно. Ладно, Арсений, спасибо тебе большое. Ждем. Браво и позитиво. Да, ждем остальных участников, может, еще кто-то подъедет. Спасибо. Всем привет, дорогие друзья. Здорово. То есть, все притихли, как-то сидите так все. Короче говоря, мы в Питере, вот, сделали такую фан-встречу подписчиков канала Добра и Позитива. Вот еще ребята заходят. Всем привет. Заходите, берите стульчики, присаживайтесь. Народу не так много, но мы, как говорится, нас мало, но мы в пельняшку, да? Правильно говорят? Многих, многих ребят я здесь вижу уже не первый раз. Спасибо большое, что пришли на вторую. Встречу в Питере. Вот, премного вам благодарен. Я сделаю так. Я не буду сейчас весь формат нашей передачи снимать, как бы, на свою камеру. У нас вот есть оператор профессиональный, он, соответственно, сделает классное видео, потом пришлет, увидите на моем канале. Вот, а сегодня просто вот хотел показать, что, да, встреча состоялась, мы все здесь. Сейчас будем задавать вопросы, отвечать в таком, знаете, в лайв таком режиме, да, ответ вопрос. Немножко расскажу, наверное, о своих ближайших планов, выслушаю ваши вопросы. И самое интересное, хотел бы просто вот от себя задать несколько таких себя волнующих вопросов, да, например, что для вас канал Добра и Позитива, почему вы его смотрите, и немножко, может быть, критику выслушать, потому что мне тоже важно слушать от вас, может быть, то, что вы бы хотели видеть, например, но не видите на моем канале, например, если, соответственно, будут такие вопросы. Вот, так что видео скоро будет. Двадцать пять посчитал, да? Примерно. Примерно. Ну, нормально, да. Не, хорошо было, здорово, спасибо. Да, кто-то уходил, кто-то приходил. Лаван Джапан. Да, точно, Лаван Джапан пришел, да. Молодец. Молодец, не побоялся. Но мы на него... Мы на него зла не держим. Че? Джоб. А джобователи, не знаю, у них сегодня проекты, они вообще-то хотели заехать, но что-то вот не получилось. Ну, знаешь, дело такое, времена такие, что есть время, желание, приехал, нет времени. И, нет, не приехал. Все, а мы идем дальше. Итак, дорогие друзья, в принципе, еще один день подходит к концу. Можно сказать, что мы его с вами прожили вместе. Я пока еще в Питере, вечер. Кто-то спешит с работы, кто-то наоборот на работу. Я нахожусь на Невском, в самом сердце Санкт-Петербурга. Конечно, это красивый еще город. Я считаю, что если вы здесь не были, что вам обязательно, наверное, нужно посетить его, потому что, ну, важно, чтобы повезло с погодой. А точнее, видите, Невский 37. Сейчас немножко пройдусь, вот покажу вам все-таки немножко хотя бы Невского вечернего, потому что он на самом деле очень-очень красивый. Ну, и подводя итоги нашего такого турне Москва-Питер-Москва, хочу сказать, что на самом деле мне повезло то, что я в очередной раз увидел своего зрителя. Я не зря сюда съездил, я записал это видео, пообщался с подписчиками, многое обсудили, многое чего увидел я. Вот, и, конечно, молодец Володя Джапан, да, который пришел, не постеснялся, не испугался, а пришел на эту встречу. Я и говорил, в принципе, я не держу на него зла, и это было видно на этой встрече. Вот, короче говоря, миру мир, добро побеждает. Посмотрите, какая потрясающая архитектура открывается в вашем взору. Ну, классно. Музычка. Питер все-таки отличается от Москвы. Сегодня, кстати, Зенит играет в Питере. Напишите потом в комментариях, как сыграли, кстати. Это будет интересно посмотреть, потому что многие из подписчиков пришли, и слава богу, что я чуть пораньше сделал встречу, потому что они бежали потом на футбол. И это здорово. Картины рисуют, граффити. Здорово. Нет, Питер зачет. Мне это нравится. Вот, а мы сейчас садимся в паровоз и держим курс. Да-да, не удивляйтесь. На Москву. Ну что, дорогие друзья, наверное, и завершаю я этот ролик вот этим файлом, да, я на вокзале на московском. Это наш. Короче говоря, за меня все сказали. Все. На этом точка, ребят. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, оценили этот ролик. Ребят, старался. Вот такой вот день. Прожил я вместе с вами. Вот. Всем добра, позитива. Чао. Пока. До встречи в Москве. Бог. Благодарю. Спасибо. Аплодисменты. Можно до встречи в Москве. Поэтах. 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 Субтитры создавал DimaTorzok